Путин за последнее время дважды приезжал во время пусков ракет в институционный центр. Один раз в Ростове, другой раз в Москве. Так я понимаю, чтобы лично проконтролироваться. И вот у меня, собственно, два объяснения происходящему. Одна заключается в том, что его тактика сознательно изменилась, и вместо ударов по инфраструктуре он же просто бьет по городам, чтобы доставить себе удовольствие. Вот импотенты часто бывают маньяками. А другое, что эти удары сконструированы таким образом, чтобы иметь возможность доложить Путину, что вот эти новые ракеты, которые он пускает, вернее, наоборот, это старый хлам. Новые ракеты кончились, он старый хлам достает из сундука Х-22, С-300, но их действительно больше не сбивает ПВО, потому что они очень быстрые. Вот у меня, так я и представляю себе эту картину, он говорит, а чего это у вас так много сбивают ракет? И вот теперь генералы докладывают, а вот мы пустили С-300 по Харькову и С-400 по Киеву и не сбили. И, соответственно, я обращаюсь за психологической консультацией по поводу Путина, что творится в его голове, вот что творится в голове человека, который заявляет, что сражается с НАТО, а сам вместо этого сражается с трансформаторами. А потом, когда трансформаторы выиграли, он сражается с девятиэтажками и думает, что они трансформаторы. Что у него в голове? Я менее романтично настроен. Я думаю, что он приезжал на эти пункты контролировать эффективность общественной стрельбы и понять, что происходит. Потому что они высаживают в залпе 50-350 миллионов долларов, в зависимости от количества ракет. И они же, ну, реально... Эффект, мягко говоря, от их применения сильно меньше, чем ожидалось теми, кто их запускает. И когда ему высадили ракет на, думаю, десяток миллиардов, может быть, больше, он решил поинтересоваться, что же происходит. Почему Украина до сих пор со светом? Почему Арестовича с Фегиным и Слатыгиной до сих пор в эфирах? Надо же что-то делать, чтобы электричества не было. Ну, и почему работают? Почему тепловозы, вернее, электровозы везут войска? И вообще промышленность работает и прочее, прочее. Нехорошо. Столько стреляем, и ничего не происходит. Решил лично разобраться. А вот версия, что запустили С-300 и Х-22 для того, чтобы показать, что, ого, видите, летят, не сбивают. Да, я допускаю, генералы хотят задницу закрыть, и рассказывают Путину, что бы такое теперь пускаем, что его не сбить, что оно такое, вот прямо перед такое. Но это только становится дополнительной аргументацией для НАТО поставить ракеты, которые сбивают. Баллистические цели. Или высокосверскоростные, как Х-22. По Киеву были С-400. Вот когда я это поняла, я просто подумала, вот вообще это как, почему и откуда. Потому что, во-первых, их же очень мало, в отличие от С-300. И, во-вторых, как вы только что сказали, им нельзя попасть в цель. Я даже нашим слушателям напомню, что С-400, поскольку это ракеты зенитные, то они подсвечивают свою цель радаром. Это у них полуактивная головка наведения. И, соответственно, на Земле за 200 километров эту цель нельзя подсветить радаром от слова совсем. Разве что только радар поднять на гору высотой в 2 километра. Ну, конечно, в Брянской области знаменито своими горами высотой в 2 километра. И, соответственно, еще даже тогда будет полоса на Земле, насколько я понимаю, шириной нескольких километров. Внутри этой полосы можно навестись на чего угодно. Вот эти С-400 вообще зачем летали? Как это генералы Путину объяснили? Как объяснили, запускаем эти ракеты, которые нельзя сбить. Посмотрите на ошеломляющий эффект. У них даже сирена не включилась. Сначала удар, а потом сирен. Ого, какие мы молодцы. Они не знают, что с этим делать. Мы побеждаем. Примерно такую жвачку они ему оскормили, я подозреваю. Но он и обрадовался. А спросить, попали ли ракеты в цель? Это дело десятое подозреваю. Ему, конечно же, сказали, что попали. Они же всякий раз докладывают, что все цели поражены. А он действительно до сих пор верит? Ну, всегда приятно человеку слышать то, что ему хочется слышать. Ну, да, вот повреждены, видите, вот там есть косвенные показатели, он дым поднимается. Мы попали, мы попали. А что дальше? Они скажут, что злобная НАТО позволила быстро отремонтировать электроэнергию. Или трансформаторы закрыть мешками. Или еще что-нибудь. В общем, мы свое сделали, а там мы не виноваты. Кто-то другой не досмотрел. Военные женщины. Вы хотите, что его дезинформируют до такой степени? Нет, они сказали, говорят, примерно следующее. Мы поразили объекты. Но поскольку объект сложный, комплексный. Украина предпринимает вместе с Западом колоссальные усилия, чтобы все восстановить. Ремкомплекты, все дела. То они, конечно, сволочи быстро восстанавливаются. Но как только мы понимаем, что они восстановились и установили этот факт, наши шпионы доложили там, то мы, значит, стреляем опять туда. И вот так вот все время держим напряжение. Рано или поздно трансформаторы в Украину закончатся. И Западный Комплект закончатся. Тогда они станутся без света, без тепла, рухнут на колени и придут к вам, Владимир Владимирович, с просьбой о переговорах. А он же именно эту задачу ставит. Ну, честно говоря, мне даже, конечно, я многое знаю про Путина, но даже мне, хотя я думаю, что, скорее всего, вы правы. То есть вот в вопросе о том, верит ли он до сих пор, что его битва с трансформаторами достигнет цели, но тогда перейдем к другому вопросу. Вот оказалось, что половина российской нескрушимой ракетной мощи, тех же самых Х-101 и Х-555, была сосредоточена на одном единственном аэродроме, стратегической авиации в Энгельсе, который, как оказалось, вообще не имел ПВО. И вот после того, как два раза прилетела, вся эта великая стратегическая мощь свалила с аэродрома, и как раз тогда начались радикальные проблемы с количеством Х-101 и Х-555. И, в общем, это прилетело не Атакамс, не Томагавк, скромный стриж, переделанный где-нибудь в гараже. Вот вам не кажется, что здесь, во-первых, есть большой потенциал для дальнейших боевых действий и для самых неожиданных военных систем, в том числе собранных на коленки? Ну, мы же не стреляем по российской территории. Это у них там свои технические проблемы возникают. А, то есть вы ушли из советников, это ничего не меняет. Курят, курят. Ладно, я-то думаю. Все равно курят, да. Поэтому, трудно сказать. Курение продолжается. Да, но просто курить надо в положенных местах. Окей, но ведь есть же масса людей в Украине, которые могут подумать о новых и нестандартных способах курения. Так думают люди о новых нестандартных способах курения. Вот он сегодня у Кабронпром презентовал там какой-то, по-моему, уже наш беспилотник, который же на тысячу километров летит. Аналог Шахида, как ему назвали журналисты в прессе. Должен прилететь, камикадзе, прям попасть, взорваться и так далее. Уже официально докладывали, да. Сегодня презентация была, насколько я помню. Ну вот, значит, способы курения становятся все разнообразнее, все масштабнее, все интереснее. Понятно, но я надеюсь, что это не аналог Шахида, потому что Шахид достаточно, как я бы сказал, не самая продвинутая штуковина. Да, это гражданским пишут, чтобы они понимали, о каком классе вооружения идет речь. Украинский государственный концерн провел несколько воздушных испытаний. Дроны камикадзе, который поручился стать главнокомандующим ВСУ, Валерий Залужин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok